Быть вместе, чтобы разделить радость библейской победы над вселенским злом. Накануне православные отметили Пасху, светлое Христово Воскресение. Центральное событие в духовной жизни христиан. В этот день прекращается всякий пост, скорбь и печаль. Трапеза – самое богатое и изысканное. Трудности были, если будут, но мы верим в светлое, в будущее, в воскресенье. Праздник Пасхи – это праздник избавления от греха. Я думаю, что всем нам нужно помолиться, чтобы Бог даровал мир в душе и в доме. Что нужно верить, что не только мы надеемся на земле, но есть и всевышние силы, которые, может быть, в какой-то степени нам помогают жить, направляют пути. Праздничную службу в Никольском кафедральном соборе возглавил епископа Бобруйский Быховский Серафим. Убранство храма в этот день особое – белый цвет, олицетворение Божественного Света и Чистоты, красный – символ крови, пролитый Христом и жизни, торжествующей над смертью. Молитвенно желаю, чтобы радость Пасхи пришла в каждый дом, чтобы воскресший Господь благословил всех нас миром и благоденствием, даровал нам возможность жить и трудиться во славу Божию и к пользе ближнего. Еще и еще раз поздравляю вас, дорогие мои, с Пасхой Божией Спасительной и обращаюсь к вами с бессмертным и радостным свидетельством. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! К полуночи сотни верующих собрались на окрестный ход. Он символизирует шествие навстречу Спасителю. Православные несли крест, хоругви, иконы, лампады и свечи – частицы благодатного огня, сошедшего на святой земле. Ликующий колокольный звон сообщил городу и миру благую весть о воскрешении. Христос воскресе! Воистину воскресе! Верующие славят Христа на протяжении 40 дней. Ровно столько времени воскресший Спаситель был со своими учениками до момента Вознесения на небо. Первая неделя после Пасхи называется Светлой Седмицей. Царские врата православных храмов распахнуты настиж в знак того, что Иисус открыл людям двери в Царство Небесное. Кристина Риянц, Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360.